У счетов, на которых учитываются активы, все остатки записываются слева. Увеличение тоже слева, уменьшение справа. У обязательств собственного капитала наоборот. Счета, на которых учитываются активы, называются, как это ни удивительно, активными. Это тип счета. Активные. Эту информацию тоже можно найти, кстати, в плане счетов. Там не только написан номер счета и его название, там еще написано, к какому типу он относится. Вот счета активные, это означает, что остаток у него записан слева, увеличение все записываются слева, уменьшение записывается справа. Счета, на которых учитываются обязательства и собственный капитал, как называются? Пассивные. Пассивные. Поскольку обязательства, собственный капитал в совокупности, называются пассивы, сами эти счета называются пассивные. На них все происходит с точностью, да наоборот, в отличие от активных счетов. Самое интересное, это вот эти счета. Такие счета называются транзитными. То есть временными, да? Это означает, что то, что попадает на этот счет, навсегда там не задерживается. Каждый период. Вот смотрите, у меня активы, допустим, деньги, они у меня какой-то остаток есть всегда. Становится больше, меньше, но что-то у меня остается. Но доходы и расходы я должен считать в каждом периоде с нуля. При подсчете доходов 2015 года не должно участвовать информация о доходах 2014. Поэтому, когда 2014 год заканчивается, все остатки, которые на этих счетах есть, переносятся на счета собственного капитала. То есть у этих счетов в конце периода остатки обнуляются. Поэтому они называются транзитными или временными. На этих счетах остатки не обнуляются. Ну, они могут обнулиться только в том случае, если сам актив полностью исчезнет, например. Если я продам все свои товары, у меня на счете учета товаров будет ноль. Но если там хоть что-то есть, то он не обнулиться никогда. Доходы и расходы обнуляются в конце каждого периода. Причем под периодом подразумевается год, квартал, месяц. Это зависит от того, как предприятие решило их учитывать. И насколько часто оно обязано предоставлять отчетность. Транзитные счета интересны еще вот чем. У нас есть счет актива. Вот эти вот черты показывают, где должны быть записаны остатки. Здесь и здесь. У нас есть счета пассивов. Остатки справа. А где остатки у транзитных счетов? У счетов доходов и расходов? Слева или справа? У них не может быть остатков. У них не может быть остатков. То есть счет выглядит вот именно так. Нет, прежде чем перейти к запоминалкам, особенно к неправильным, давайте проиллюстрируем, какая, например, проводка должна делаться, если я оказал кому-то услугу. Вот я оказываю услугу кому-то, мне пока еще не заплатили. Что изменится с моими активами и обязательствами? Вы оказали услугу, но еще нам не заплатили. Нет, я вам оказал услугу, но вы мне еще не заплатили. Но раз оказал, вы должны заплатить. Ну, соответственно, у нас обязательства увеличились. Одно обязательство уменьшилось. У вас? С моей точки зрения сейчас смотрим. У вас уменьшилось обязательство. А у меня было перед вами обязательство? У вас появился актив дебюторской задолженности. У меня появился актив. Я теперь могу требовать от Александра, чтобы он мне заплатил. У меня увеличился актив, пока на нашем старом языке актив вырос. Так? Еще? Обязательства мои перед Александром не могут уменьшиться по той простой причине, что я ему ничего не был должен. Пока он же мне не платил. Я ничего не был должен, значит, его обязательство передо мной не может, мое обязательство перед ним не может уменьшиться. Раз у нас просто актив увеличился, мы признаем доход. А еще одна причина, по которой мы признаем доход, это принцип начисления. Раз я оказал услугу, я вправе признать доход, я обязан признать доход. Доход признается по факту оказания услуги, а не когда мне заплатят. То есть доход у меня появляется именно в этот момент. И вот теперь возникает вопрос, а как это записать в виде проводки бухгалтерской, вот с этими дебетами и кредитами? У нас увеличился актив дебиторская задолженность. Все правильно. Это дебет или кредит? Дебет. Раз актив увеличивается, он увеличивается слева по дебету. Дебиторская задолженность. Ну, сумму не будем писать, это сейчас несущественно. И получается, что доход нам некуда записать, кроме как по кредиту. Вот у многих начинающих изучать бухгучет возникает с этим такая проблема, потому что еще во многих книгах я видел такую запоминалку. Запоминалка звучит так. Дебет дает, кредит крадет. То есть это иллюстрация того, что как бы дебет это хорошо, а кредит это плохо. Если мы рассматриваем это с позиции активов или пассивов, это работает, потому что увеличение активов это хорошо, и это происходит по дебету. Уменьшение активов это плохо, и это происходит по кредиту. Уменьшение обязательств это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, и это происходит по дебету. Видите, опять по дебету происходит хорошо. По кредиту увеличиваются обязательства, и это плохо. То есть эта запоминалка вроде бы как работает для активов и пассивов, но она не работает для доходов и расходов, потому что доход это очевидно хорошо. Но записывается он по кредиту. Это происходит потому, что получение дохода всегда происходит, когда происходит что-то хорошее, когда увеличивается актив или уменьшается обязательство. Это происходит по дебету. Доход просто для равновесия проводки может записываться только по кредиту. С расходами все будет точности да наоборот. Вот Александр ранее купил булочку, теперь она ее съел. Что происходит? Расход и уменьшение актива. Если записывать по-старому, это будет выглядеть вот так. Если записывать это в виде проводки, дебет, расход, кредит, булочка. Булочка-то уходит по кредиту. Верно? И как мы видим, расход здесь записан по дебету. Хотя вроде бы дебет должен давать. А это плохо. Вот. То есть это немножко ломает вот эту вот запоминалку. Доходы и расходы признаются с непривычных, скажем так, сторон. Доход признается по кредиту, расход признается по дебету. Но в конечном итоге все счета и доходов, и расходов в конце периода будут закрыты. И увеличится или уменьшится наш собственный капитал. Давайте еще пару примерчиков для закрепления. Что происходит, когда мы берем кредит в банке? У нас увеличивается обязательство, также увеличивается актив. Когда мы берем, у нас обязательство перед банком растет, а актив увеличивается. 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 Теперь записываем это в виде проводки. Дебетуем денежные средства. Актив вырос, активы растут по дебету. Значит, денег у нас становится больше. Больше. Так. И получается кредит обязательства перед банком. Да, ну это можно назвать, допустим, банковский кредит. То есть можно проводку записать, зная, что произошло, а можно перевести проводку и узнать, что она иллюстрирует. Деньги увеличились, обязательства перед банком увеличились. Следующая иллюстрация, пример. Я оказал услугу Александру еще раз, но это произошло после того, как он мне заплатил. То есть сначала мне Александр заплатил, а потом уже я оказал ему услугу. Как это записать? Дебет, денежные средства. Это мы сейчас записываем, как я получаю деньги. Хорошо. Я получаю деньги от Александра. Давайте все-таки сначала вот на такую запись сделаем, для уверенности. Когда я получаю деньги, что происходит? Увеличивается актив, денежные средства. У меня становится больше денег. А еще? Обязательства возросли. Раз я получил деньги, но не оказал услуги, я должен ее оказать. У меня появляется обязательство. И при переводе это на проводку практически то же самое произошло, да? Только банку я должен деньги вернуть, а Александру я должен услугу оказать. Дебет. Денежные средства. Дебет, денежные средства. Кредит. Услуги. Показание услуги. Это обязательство называется авансы полученные. То есть оно означает, что я должен этот аванс либо отработать, то есть оказать какую-то услугу, либо поставить какой-то товар. Когда мы получаем деньги от клиентов в качестве предоплаты, мы используем этот счет. А теперь я оказываю услугу. Что меняется? Обязательство уменьшается. Раз я оказал услугу, я больше не должен ее оказывать. Согласны? Обязательство уменьшается. И? Признается доход. Доход признается, во-первых, потому что больше с активами и обязательствами ничего не происходит. То есть чистые активы, собственный капитал у меня вырастет. А во-вторых, потому что я оказал услугу. Здесь не важно, когда я получил деньги. До этого или после, или в этот же момент. Я доход получаю, потому что я оказал услугу. Теперь записываем это в виде проводок. Как мы говорили ранее, получается уменьшение обязательств идет по дебету. Обязательства действительно уменьшаются по дебету. Это обязательство называется авансы полученные. И кредит, доход от оказания. Кредит, доход от оказания услуг. Только я должен вас предостеречь. Если вы будете вести учет не в специализированной какой-то программе, а вручную или в Excel, вы будете называть свои счета сами. Название счета должно отражать его суть. Вот, например, если я скажу просто счет авансы, этого будет недостаточно, чтобы показать, что это такое. Авансы могут быть полученные, тогда это обязательства, а еще они могут быть выплаченные поставщикам, тогда это мой актив. Еще пример, допустим, может ли быть счет зарплата? Наверное, должен быть. А что это за счет? Какой тип? Это актив, обязательства, доход, расход? Заработная плата – это обязательства предприятия перед своими сотрудниками. Точно? Думаю, да. Задолженность по заработной плате – обязательства. Вот это более точное название. Просто если я назову счет зарплаты, на самом деле из этого названия абсолютно непонятно, это задолженность по зарплате, то есть обязательства, или это расход по зарплате, то есть расход. Разные типы счетов не должны путаться из-за названия. Так же, как вот без слова «полученные», слово «авансы» не позволит вам отличить актив от обязательства. Если вы назовете счет просто зарплата, вы не сможете отличить обязательства от расхода, потому что есть расход по зарплате, и есть обязательства по зарплате. Есть ли какие-то вопросы? Я понимаю, что это далеко не полная информация, которую нужно знать бухгалтеру, но я думаю, это неплохой фундамент, на основе которого вы можете строить свои последующие знания. По этой теме или по каким-то предыдущим, может быть, у вас есть вопросы? Мы первый случай рассматривали, когда услуга оказана, но деньги не получены. Разве такое бывает? По закону нет, но на самом деле у нас обязательно 15-процентная предоплата. Но я могу получить 15-процентную предоплату, а потом оказать услугу. Кстати, хороший пример для иллюстрации. Давайте чуть-чуть усложним. Моя услуга стоит тысячу сумм. Стоимость услуги. Вы мне платите 15% то, что должны сделать перед тем, как я начну оказывать эту услугу. Как мы это отразим? Уже без стрелочек, сразу в виде проводки. То, что я получил деньги. Актив увеличивается. Денежные средства. Денежные средства увеличиваются. Уже конкретно. Не просто актив, а какой конкретно. Денежные средства. Сумма. На 150. На 150 они выросли. По кредиту. И обязательства. То есть кредит. Это не кредит. Авансы полученные. Авансы полученные. Я теперь должен эту сумму отработать. Авансы полученные. 150. То есть вот основные атрибуты проводки, это собственно дебет, кредит, сторона счета, название счетов и сумма. Ну еще должна быть дата, когда это произошло. А затем я оказываю услугу полностью. Что произойдет? Что произойдет, когда я окажу услугу, Светлане? Дебет, денежные средства. Нет. Я не получу деньги. Я просто оказал услугу. У нас есть полученный аванс. Получается мы его дебетуем, уменьшаем. Авансы полученные. На 150. У нас есть авансы полученные, это обязательства. И раз я оказал услугу, я больше не должен ее оказывать. Авансы полученные. Следующий важный момент. Я не могу написать здесь тысячу, потому что я должен всего 150. Я не могу уменьшить этот счет больше, чем то, что на нем есть. Поэтому я записываю, что он уменьшается только на 150. Что еще? Соответственно, признается доход. Признается доход. Доход, как мы помним, признается по кредиту. Доход от оказания услуг. Сумма? 150. Тысяча. Я три разных ответа услышал. Какой из них правильный? Тысяча. Если наша услуга стоит тысячу, получается, мы должны признать доход на тысячу. Вопрос очень простой. Сколько я заработал? Я заработал тысячу. Я оказал услугу на тысячу, значит, я ее заработал. Это мой доход. Неважно, сколько мне заплатили до этого. Но проблема заключается в том, что любая проводка, точно так же, как и само балансовое уравнение, она должна, что называется, сходиться. То, что написано по дебету, должно совпадать с тем, что записано по кредиту. Должно выполняться равенство. Оно не выполняется. Это говорит о том, что ваша проводка просто пока еще не полная. Вы записали не все. Потому что есть еще кое-что, что изменилось. Значит, остальную часть нам должен? Ну, вообще-то это очевидно. Это можно было записать еще до дохода. Раз Света мне заплатила 150, а я оказал ее услуги на тысячу, значит, она должна мне еще 850. Это что? Это актив. Дебиторская задолженность. Я его признаю по дебету. Дебиторская задолженность 850. Если вы посмотрите суммы, которые записаны по дебету, они всегда совпадут с суммами, записанными по кредиту. Причем я никогда не говорил, на самом деле, что должен быть один дебет и один кредит. Дебетов и кредитов в одной проводке может быть сколько угодно. Главное, чтобы суммы по дебету и кредиту были одинаковые. В данном случае у меня по дебету проходят два счета. Я отработал свой долг 150 и мне должны еще 850. Они вместе показывают сумму, которую я заработал, мой доход. Такие проводки называются сложными. Ну, не потому что их сложно составлять, просто они содержат более чем два счета. В отличие от обычных. То есть, если была бы предоплата, не полная, не стопроцентная, это было бы примерно вот так выглядело. Есть еще вопросы? Комментарии, предложения? Если вопросов нет, тогда на этом мы будем закругляться. Я желаю вам удачи в вашей дальнейшей профессиональной деятельности. Неважно, она связана с бухучетом или с какими-то смежными отраслями. Надеюсь, полученные знания вам пригодятся. Спасибо за внимание. Спасибо. В заключении скажем несколько слов о том, какие темы мы не затронули в нашем кратком видеокурсе. Мы не рассматривали вопросов, связанных с учетом долгосрочных активов. Не изучили, как рассчитывается себестоимость продукции, которую мы производим, как учитывать сырье, материалы и товары в сложных ситуациях. Также мы не рассматривали проблем, возникающих, когда у нашего предприятия есть ресурсы или обязательства, выраженные в иностранной валюте. И, конечно, мы даже не попытались разбираться в сложностях реального налогового законодательства. Профессиональный бухгалтер обязан знать все это и многое другое, поэтому этот курс – лишь начало нашей программы по подготовке бухгалтеров. Но очень важно отметить, что без знаний, освещенных на этом курсе, без фундаментального понимания всех рассмотренных понятий, человек не станет хорошим бухгалтером, даже если он выучит наизусть план счетов или налоговый кодекс. Если вы, уважаемый зритель, делаете свои первые шаги в новой для вас профессии, я желаю вам удачи и надеюсь, что благодаря этому курсу вам будет легко и интересно учиться дальше. Спасибо за внимание и до скорых встреч!